Вот так вот мы выходим из наших апартаментов, из нашего джунгала, и по-настоящему джунглям идем. Посмотрите, какие здесь дорожки. Здесь никаких каров не ездит. Растет много диких редких растений. Настолько здесь еще сохранена природа нетронутая. Просто дорожку выложили и построили домики. По такой дорожке мы спускаемся. Там сразу же внизу море и ресторан, который находится на скале, где мы проводим наши завтраки. Вот по такой дорожке мы спускаемся к морю. А там у нас ресторан на скале, который я вам вчера показывала. А я знаю дорогу к ресторану. А ты что, не знаешь? Вот такой вот ресторан. Быстренько покажу, что здесь есть. Это шведский стол. Все включено. Это завтраки. Также здесь, смотрите, для детей есть вот такие вот йогурты. Быстренько покажу. Яичница, омлетики, бекон, сосиски. Также тут есть вот такой вот суп традиционный тайский. Лапша. Такое вот блюдо. И жареный хлеб. Также в ресторане есть второй этаж, если на первом этаже нет мест. Здесь в основном только фрукты и выпечка. Основную еду приносим со второго. То есть кому не хватило мест на первом этаже, их просят подняться на второй. Вот по такой вот лестнице. Мы пришли на завтрак. У Димы хлопья. У нас по стандарту. Сосиски, яйца, омлетики. Арсений фрукты ест. Такие вот йогурты. Продолжение следует. Хочу показать потрясающий, просто потрясающий интерьер. Насчет принадлежностей, даже не знаю, показываем или нет, но здесь есть абсолютно все. Вот, да. Зубной пласты, зубной щетки. То есть все вот эти наборы, все вот это. Присутствует вода в номер. Потому что здесь, разумеется, питьевой воды нет. Также в номере есть весы. А еще, представляете, нам каждый раз загружают вот такую сумку с пляжными полотенцами. Здесь, короче, есть еще, представляете, фумитокс. От Комару. Вечерний пляж Карен. Со своим длинным пляжем и жесткими волнами. Особенность пляжа Карен заключается в таком песочке. Посмотрите, как он хрустит, как снег. Наш сегодняшний ужин. Том-Яв. Малёк. 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 мы идем после ужина по нашим джунглям идем наш номер здесь у всех людей бунгало разумеется никаких здесь муравейников нет высотных у каждого гостя свое бунгало потрясающий вид на бассейн тоже все выполнено как в дикой природе на самом деле здесь и были всегда джунгли и здесь была кокосовой плантации и на ее основе построили отель просто шикарно смотрите ли она свисает это же просто чудесно и